на часах 11 06 это мужской понедельник добрый день ведут передачу николай голиков и владимир сметанин весна город потихоньку видимо поплыл да ну как-то в 1 больше и больше прибывает сейчас как раз по радио передали в москве ожидаются плюс 18 слушают я уже смирился с тем что да вот между легионами как то может муж за это неравномерно распределяет донос по ну погоду то господи но почему почему пора разному весна кому пожаловать вот я уже сижу думаю может владимир владимир Omich не писать владимир владимирович он у нас человек в ручном режиме может что-то изменить может это верим владимир у нас будет во втором часе но правда не владимир вича владимир валерьевич шабардин уполномоченный по правам ребенка в кировской области он придет с членами детского общественного совета, собственно, при вот этом органе. При себе. Да, при себе. Слет детских общественных советов при уполномоченном по правам ребенка. Эту тему мы обсудим. Я думаю, что интересно. Будем узнать фотографиям, которые он разместил. Очень интересно прошел слет в Подмосковье. И наши там, как всегда, дали. Отличились. Да. Что касается нашей первой темы, то мы уже не первый раз, да, собираемся таким составом. Ну, напоминаю, что у нас такая юридическая рубрика образовалась по понедельникам в первом часе мужского понедельника. Мы говорили, я хочу напомнить, например, об ответственности застройщиков, да, перед собственниками квартир, об ответственности несовершеннолетних за какие-то агрессивные действия, об ответственности... Налогоплательщиков мы говорили, да. Да, за неуплату налогов об ответственности мы говорили. Ну, как мы хором научились говорить уже, да. Вот не зря эти консультации проходят. Что дарить, а что не дарить чиновникам. Это была самая интересная программа. В общем, продолжаем такой юридический ликбез. И у нас сегодня очень такая серьезная тема. Мужской понедельник. Мужской понедельник. Обыски, выемки, изъятие документов, вещей. Что это, что под этим подразумевается, как себя вести. Ну, ясно дело, что вот когда эти процедуры организуются, да, то перед ними, собственно, нету панацеи-то. Я имею в виду, никто не защищен. Чаще всего человек бывает просто не готов к тому, что к нему придут, поэтому подготовиться к ней заранее никак нельзя. Ну, желательно, конечно, знать, как себя вести, я думаю. В общем, любой уровень, да, любого уровня организации, какие-то там, правительственные, неправительственные, могут оказаться, собственно, вот в рамках реализации данных мероприятий. Итак, Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнер, и адвокат с нами. Добрый день. Добрый. Да. И Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы без мужчин тут обойдемся. Ну, в СМИ-то регулярно, собственно, появляются сообщения о том, что где-то организованы обыски, выемки документов и так далее. Понимаешь, в среде журналистка есть такое мнение, что раз прошел обыск, значит, дело точно серьезное, значит, точно сражать будут. Так ли это, Наталья? Нет, я с этим не согласна. Вот есть такое, почему-то радостно всегда вот ждут, ага, с обыском пришли, значит, все точно совершенно. Все, жулик. Да, если с обыском пришли, это однозначно о чем говорит, о том, что у нас возбуждено уголовное дело. Оно ведь может возбуждаться не в отношении лиц, а по факту. Ну, а во-вторых, оно может быть в конце концов и закрыто. Ну, в конце концов, может быть, да. Может быть и закрыто, поэтому то, что обыск, это не всегда означает, что кого-то посадят. Вот. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, в чем разница между обыском и выемкой, да. А еще изъятие есть. Еще изъятие есть, да. Это три разные вещи, да? Да. И в каком порядке это все производится. Основное различие обыска и выемки в том, что при обыске у следователя, допустим, или дознавателя есть достаточные данные. То есть такая тоже субъективная оценка. Достаточные данные. Нет, давайте все-таки начнем с того, кто принимает решение о том, что вот надо идти и обыскивать следователя. Следователь. По возбужденному уголовному делу, дознаватель, следователь принимает такое решение самостоятельно. Если это обыск в жилище, то только санкции суда возможно зайти. А если в организации? В организации, с постановления следователя, дознавателя. То есть суд уже не требуется? Нет, не требуется. Да. Следователь свободен, то есть он сам определяется, где и что ему искать. И так у него есть какие-то достаточные данные, достаточное основание полагать, что в каком-либо месте, либо у какого-либо лица. То есть это не обязательно то лицо, в отношении которого ведется производство. Это могут быть и родственники, допустим, какого-то подозреваемого, и иные организации, соседи, ну кто угодно. Этот круг не ограничен, в принципе, для следователя. И так он полагает, что где-то находятся орудия преступления, предметы, документы, ценности, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Все. Значит, выносится постановление, и, соответственно, следователь идет на обыск. Выемка производится когда? Когда точно известно, какие документы мы ищем. Перечень, допустим, следователя уже известен. И он знает, где, у какого лица эти документы находятся, по какому адресу. Вот разница между обыском и выемкой. То есть обыск понятие более широкое. Выемка понятие более точное, более четкое и конкретное. А можно поподробнее по процедуре обыска? Сколько людей этим занимаются одновременно? Не знаю, фиксируется ли то, что... Вообще, есть ли какой-то регламент, условно говоря, проведения обыска? Регламент проведения обыска... Или это зависит от... Регламент проведения обыска, конечно, есть. Количество лиц, которые могут участвовать в обыске, оно, в принципе, не ограничено. То есть сам следователь, безусловно, да. Но может быть и какая-то следственная группа. Зависит от того, какие помещения мы обследуем. То есть если помещений очень много, то понятно, что один следователь может несколько суток ходить и искать что-то. Тогда проще создать следственную группу. О том, что эта группа создается, тоже соответствующие процессуальные документы выносятся. Соответственно, звонят нам в дверь, допустим, предъявляют постановление о производстве обыска. Есть в том числе и документы, подтверждающие, что создана следственная группа. Либо дано поручение каким-то иным следователям, не тем, которые ведут уголовное дело данное. Например, это в другой местности происходит, в другом субъекте. В таком случае мы эти документы все с вами смотрим, пускаем всех этих лиц, проверяем, у них получается удостоверение. Они все должны иметь эти удостоверения. Если кто-то не имеет, мы можем попытаться воспрепятствовать производство обыска этим лицами. Как-то Вы так сказали, можем попытаться воспрепятствовать, как-то так неуверенно очень. Мы можем сказать следователю, что вот данное лицо не предъявило удостоверение, у нас вообще сомнение, что это сотрудник правоохранительных органов, мы возражаем. Следователь скажет, хорошо, допустим, вы можете возражать, можете указать об этом в протоколе по окончанию действия. Но препятствовать совершить... Но обыск все равно будет. Обыск все равно будет. А какие-то поняты должны быть, нет? Безусловно, должно быть не менее двух понятых. Если понятые у нас отсутствуют, то может вестись видеозапись соответственного обыска. Она вестись может мной, предположим, если ко мне пришли? Она, как правило, решение о производстве видео, аудио или фотофиксации, она принимается следователем. Вообще, Уголовно-процессуальный кодекс не подразумевает, но и не запрещает введению видео или аудиозаписи обыска лицом. В отношении которого производится данное следственное действие. То есть теоретически вы можете вести, но я думаю, что как-то следователь, наверное, будет возражать, если его что-то не устроит. Ну и что на эти возражения отвечать? Ну, не знаю, могут изъять у вас тот сотовый телефон, на который вы снимаете, ведете видеозапись. То есть просто забрали, ну если следователь считает, что вы препятствуете, мешаете проведению обыска, вот именно ваш сотовый телефон, он у вас его заберет, вы можете потом возражать, жалобы какие-то писать, то есть куда-то обращаться можете. Но в принципе, Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает ввести видеозапись. А еще вот такой вопрос, Наталья, смотрите, вот пришла группа, да, скажем, человек пять. Вот привели парочку понятых. Ну как парочка понятых сможет наблюдать, насколько законно все действия производятся, если такая большая группа? Вот смотрите. За ними ведь просто ни я, ни они неугледим. Группа большая, и бывает так, что само следственное действие, обыск, производит только одно лицо, следователь. С ним там, допустим, двое оперативных сотрудников ходят. Остальные оперативные сотрудники находятся в других помещениях, но само следственное действие в виде обыска они не производят. Они просто, так скажем, обеспечивают порядок проведения. То есть, допустим, предприятие, если грубо, несколько отделов, то есть заходят там сотрудники и говорят, мы просим всех оставаться на своих местах, просим всех соблюдать порядок, тишину, просим не погибать помещение и так далее. То есть они разъясняют порядок, но они сами ничего не отыскивают, а обыск в это время ведется в определенном порядке, в определенных помещениях. Если же все эти сотрудники, прибывшие, начинают вести обыск, то есть открывать какие-то помещения, искать сами предметы, ценности, орудия преступления, осматривать компьютеры, копировать с них что-то, то, соответственно, в каждом таком помещении, где производятся следственные действия, обыск, должны быть двое понятых. То есть в таком случае понятых должно быть не всего два, а если в помещении пять и обыск ведется везде, значит, их должно быть десять человек. Не менее десяти. Не менее, да. Потому что вы так интересно хорошо говорите, там сотрудник зашел в помещение, просто сказал всем сидеть на месте. Очень часто по итогам обыска возникает такая вещь, когда находят то, чего там вроде как и не было. Не то, чтобы он там что-то искал, а он там наоборот сделал так, что потом кто-то найдет. Не скажем, что так часто бывает. Это бывает, но не часто. Судебная практика, вот не по Кировской области, в частности, да, она встречалась, что вот при обследовании жилого помещения нашли оружие, боеприпасы. Которых там никогда не было. Которых там никогда не было. Со слов жены обвиняемого он никогда не хранил никакое оружие. Они в итоге дошли до касации в касационном порядке, там судебные решения были отменены, да, и протоколы обыска были признаны. Сволифицированными? Нет, как незаконное доказательство, и, соответственно, все, что было добыто при таком обыске. Не помню точно, какие там были нарушения, но какие-то процессуальные нарушения были. Там, по-моему, без присутствия собственника производился обыск. И, по-моему, и понятые в ходе судебного соседания, они указывали на различный порядок проведения этой процедуры. То есть следователь говорил, я обнаружил патроны здесь, понятые говорили, нет, это было не здесь, совершенно не этими сотрудниками. То есть расходили, расходили, несостыковка показаний. Несостыковка, да, была. То есть видели ли что-то вообще понятые, вот что, или просто по факту кто-то подписал протокол этого следственного действия. То есть вот такое было, действительно. Нам пора сделать небольшую паузу, скоро продолжим. Продолжается «Мужской понедельник», да, очень непростая тема, но довольно интересная. Зато звучит как-то обыск, выемка, изъятие. Я, Володя, хочу напомнить, еще опрос есть на сайте, да? Как раз он связан с тем, что как вести себя во время обыска, мы спрашиваем наших слушателей, да, знают ли они. И четыре варианта ответа. Знаю хорошо, знаю, но поверхностно. Не знаю и надеюсь, что не придется узнавать. И четвертый вариант, не знаю, а что, пора готовиться. Ну, так вот, с юмором немножко. Видимо, вчера писали, 1 апреля. Не знаю, что, пора готовиться. Лидирующий вариант ответа на нашей странице ВКонтакте. 47 с небольшим процентом. На втором месте не знаю и надеюсь, что не придется. Знаю хорошо, почти 10 процентов. Знаю на поверхностно, никто не проголосовал. А на сайте Кирова.ру лидирует вариант ответа да. Не знаю, неужели пора готовиться. Вот как раз мы сейчас упомянули, Наталья Костина упомянула о случае отмены судебного решения. Потому что там не состыковка была показаний. Ну, нарушение, видимо, в процессе обыска проходила. Евгения Николаевна, Будку, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Как раз сейчас вы можете пояснить, да, по тому, насколько часто как раз отменяются и судебные решения. Да, конечно. Ну, на самом деле, такие случаи происходят нечасто. Практика, конечно, такая есть, когда суды признают незаконными проведение обыска, в частности, в жилище подозреваемых, обвиняемых. И вследствие чего? Которые происходят вследствие нарушения следователями уголовно-процессуального законодательства. Хотела бы привести ряд как раз конкретных примеров. Думаю, это будет более правильно. Вот, например, в августе 2017 года Ленинским районным судом города Кирова было признано незаконное проведение следователем полиции обыска в жилище лица, которое подозревалось в совершении преступления, связанного с наркотическими средствами. То есть, видимо, искали непосредственно само вещество. Решение суда было мотивировано тем, что обыск был произведен в день недели, во вторник, и, в общем-то, следователь в течение всего рабочего дня мог получить у суда соответствующее разрешение на проведение данного следственного действия. И, более того, подозреваемый был фактически задержан и доставлен в отдел полиции за неделю до проведения данного следственного мероприятия. Вот, и, соответственно, это опровергало позицию следствия о наличии причин для неотложного проведения данного следственного действия. То есть, без судебного решения проводились, что ли, они неотложного, вы имеете в виду? Ну да, да, следователь, да, без судебного решения, то есть, на соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, значит, есть такие исключительные случаи, когда производство обыска, выемки в жилище не терпит отлагательства, то данное следственное действие может быть произведено на основании именно постановления следователя. То есть, здесь не нужно соответствующее судебное решение. А теперь понятно, то есть, он проводил обыск во вторник, суд работал, то есть, он мог получить это решение, плюс, к тому, он был уже задержан подозреваемый неделю назад, и, соответственно, тоже, как бы, все были уже. Понятно теперь, почему, да. А, кстати, в течение какого времени суд принимает решение об обыске, если так, в срочном порядке? Сроки установлены? Ну, мне кажется, при поступлении соответствующего ходатайства. Да, прокуратура же поддерживает, тоже как-то участвует в этом, обязательно мнение прокурора. Я думаю, что в этот же день получить никаких проблем не составляет. Хорошо, продолжаем. Ну, вот был еще такой случай, когда следователь тоже отдела полиции в рамках расследования одного уголовного дела произвел обыск в жилище подозреваемого без судебного решения по другому уголовному делу, которое находилось в производстве следователя другого отдела полиции. И при этом тот следователь не поручал данному должностному лицу проведение этого мероприятия. И по данному факту проводилась в том числе доследственная проверка в отношении следователя, по результатам которой возбуждение главного дела за превышение полномочий было отказано, но прокурорам было внесено соответствующее представление в адрес руководителя отдела полиции, и данное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. То есть еще вот такие бывают факты. Интересный факт, конечно. То есть как бы его не просили, а он сделал. Любопытный такой, да. Интересно, что там у него в квартире. Еще один такой пример, который хотел бы привести. Это когда при расследовании уголовного дела по факту хищения денежных средств при получении кредита в нарушении требований процессуального законодательства следователям органов внутренних дел на протяжении шести месяцев расследования не были проведены следственные действия, которые должны были быть проведены по данному делу. Ну, в том числе были не осмотрены, не приобщены к материалам делом вещественные доказательства, которые были изъяты в ходе проведенных обысков, ну и так далее. И в связи с этим тоже заместителем прокурора области вносилось требование об устранении данных нарушений. То есть вот такие факты тоже бывают. Но не часто, так он понимает. Нет, совершенно не часто. А вообще обыски часто проводятся вот так вот? Условно говоря, мы имеем статистику по числу возбужденных уголовных дел, да? Вот в каждом ли это деле? Мне кажется, что практически в каждом уголовном деле можно проводить обыск или выемку. То есть это довольно обычная практика? И причем неоднократно это может быть. По одному возбужденному делу сначала мы проводим обыск, что-то там нашли какие-то предметы, исследовали, может быть даже экспертизы какие-то назначили. И в дальнейшем у нас, допустим, неполнота какая-то расследования выявляется. Мы понимаем, что мы конкретно ищем, и дальше идем с выемками. То есть это без проблем. В одном уголовном деле это может быть даже несколько обысков и выемок. Причем в различных абсолютно местах. А если у следователя в ходе обысков есть подозрения, что что-то может скрывать в карманах, в одежду, то есть личный досмотр он тоже возможен? Личный досмотр тоже возможен в ходе проведения обыска. Также в исключительных случаях, в случаях нетерпящих отлагательств, когда обстановка предполагает, что лицо может что-то скрывать. Мы с вами вот остановились на чем? Следственная группа или следователь у нас, значит, пришли. Прежде всего они должны предъявить постановление о производстве вот этого следственного действия. То есть мы сейчас застряем внимание на какие права есть у обыскиваемых. Либо судебное решение. Причем просить должно не то лицо, у которого производится обыск, а по логике закона следователь обязан предъявить это постановление. Копию он может не выдавать, но никто не мешает сфотографировать вам этот процессуальный документ. То есть он копию не обязан с собой иметь для вас. Соответственно, далее следователь предлагает добровольно выдать то, что он ищет. То есть это озвучивается? Предметы, документы, ценности, которые могут иметь отношение к возбужденному уголовному делу. В постановлении мы видим номер уголовного дела, статью, как правило, уголовного кодекса, по которому дело возбуждено. И, соответственно, если мы знаем, что у нас что-то есть, что относится к этому уголовному делу, то можем выдать самостоятельно. Это как-то облегчает учительству впоследствии или что? Если следователь считает... По сути, порядок в квартире сохранится, как минимум. Быстрее уйдут. Или на рабочем месте. Да, и соседей не будут привлекать. Я просто, извините, из своей практики помню, это было в 83-е годы, там были, правда, органы, еще назывались комитеты госбезопасности. Да, то есть человек просто меня вызвал во двор и говорит, слушай, вот у тебя там должно быть то-то, то-то, принеси. Тебе же лучше будет. Вот. Он так, условно говоря, вот мы знаем, что ты хранишь там какую-то литературку запрещенную, все, принеси, и не будем мы тут ничего устраивать, соседей не будем тревожить. Вот. Ну, что-то нашел, принес, и все нормально. Ну, я помню Михаилу Каковикину замечательную историю про крамолу рассказал. Да, 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 книжно все сказали, крамолу неси. Вот. Принес тетрадку, там написано крамолу. Пришлось создать ему такую тетрадку. Интересные времена были, да. Ладно. Я просто к тому, что понятно, когда тебе предлагают, вот тут-то, тут-то у тебя в квартире есть, отдай. То есть, да, зачастую это ведь понятно тем лицам, в помещениях, в которых производятся обыски и выемки, что они должны отдать, что ищут. Они, как правило, знают, иногда пытаются скрыть даже в ходе производства там обыска или выемки, скрыть эти там предметы, документы, компьютеры, носители информации тоже. Так, значит, мы остановились на чем? На том, что следователь предложил добровольно выдать. Если мы выдали, и у следователя нет оснований полагать, что мы где-то что-то еще скрываем, то он, в принципе, может обыск весь и не проводить. Если мы ничего не выдаем, и здесь зависит уже от категории преступлений, кто где что прячет, кто-то под полом, кто-то в стенах какие-то ниши бывают скрытые. Кто-то закрывает сейфы, там, не знаю, еще какие-то двери, помещения. То есть все это следователь вправе вскрыть. То есть они не ограничены здесь в своих возможностях. Если они полагают... Вскрыть в смысле сломать? Вскрыть в смысле сломать. Если такая необходимость есть, да. То есть бескрайней необходимости. Они не вправе это делать. Но если они считают, имеются у них основания полагать, что там где-то что-то скрыто, они вплоть до вскрытия полов и слома стены могут осуществлять все действия. То есть на самом деле, я еще раз говорю, что лучше отдать самому, чтобы стены не ломали. Ну да, если все знают, что ищут. Но иногда исследователь не знает, что он ищет. И находит некие предметы, допустим, родовые. Их несколько. Помните, вот там куртка замшевая, три. Да, да, да. То есть вот находит что-то, что имеет отношение к преступлению. Не знает, что конкретно может иметь отношение. Он может изъять все определенные родовыми признаками. Например, все ножи. Там, не знаю. Все ювелирные украшения, которые там, по мнению следствия, были похищены. Инструмент там какой-то. Или там все документы, которые там лежат на столе. Там потом разбираться будем уже. Какие имеют отношение к делу, какие нет. Ну и документы могут, да, все. Но, как правило, в отношении документов они ищут что-то конкретное. То есть им зачем все эти огромные папки? Нет, ну там если бумаг много, долго искать. Ну, тем не менее, и вывозить это тоже сложно бывает. Ну, то есть, в принципе, они могут вот так вот изымать, да? То есть предметы, которые имеют какой-то общий родовой признак, да? Могут, да. То есть такое право у них есть. Подозреваемый во время обыска как себя должен вести? Что может, что не может там? Это не ломается, это там... Или вообще его какие-то реплики? Если он может присутствовать и присутствует в данный момент в помещении, да? Неважно, там, жилое это помещение или нежилое, то он вправе там приводить замечания на протокол, участвовать там в этом следственном действии с адвокатом. Препятствовать он никак не может. Но фиксировать все нарушения в последующем он может. Но препятствовать совершению следственного действия он не может. Вот вы еще упомянули адвоката. То есть если ко мне пришли с обыском, я могу вызвать адвоката, да? Вы можете вызвать адвоката. Я могу попросить, чтобы не начинали, пока не придет адвокат? Вы можете попросить, но... Это не факт, да, что соглашается? По практике мне кажется, что вас никто не послушает, к сожалению. И это тоже не будет являться нарушением? Это не будет являться нарушением закона. Только от вас зависит то, как быстро прибудет ваш адвокат. То есть вы позвонили, адвокат находится недалеко, он свободен, он подъезжает. Он в протоколе следственного действия фиксирует момент, когда он прибыл и с какого момента он участвует в этом следственном действии. А адвокат он вообще как может участвовать-то в обыске? Вот такое право есть, пригласить адвоката, как у лица, который, допустим, не является обвиняемым, подозреваемым. То есть мы же и у третьих лиц можем обыск проводить. И вот получается, что может присутствовать ваш адвокат и адвокат обвиняемого. То есть даже несколько адвокатов вправе присутствовать. То есть вносить вот те же самые поправки потом в протокол, да? Ну, обязательно. Замечания, как правило, какие-то адвокаты, замечания всегда на протокол приносят. В середину часа у нас время рекламы подходит. Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат у нас в студии Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Полторы минуты, мы продолжим. 211-101, кстати, номер нашего телефона. Если у вас какие-то уточняющие вопросы, пожалуйста. И на нашем сайте, и на нашей странице ВКонтакте продолжается голосование, опрос. Как вести себя во время обыска? Знаете ли вы? Не знаете. По-прежнему лидирует вариант ответа. И там, не знаю, что пора готовиться. Не знаем. Не знаем. Мы не знаем, что это готовится. Как говорят у нас от Сумы, от тюрьмы зарекаться не надо. По поводу применения физической силы во время обысков, она допустима? Мы же видим, смотрим телеэкраны. В интернете полно роликов, когда заходят и сразу укладывают на пол. Физическая сила, мне кажется, допустима только при задержании. Нет, вот смотрите, вот момент просто из собственной практики, когда ко мне в офис в 2007 году приходят люди, в маске шоу, да? Что-то изымать поступил оперативный сигнал, что здесь какая-то работает подпольная типография, что-то не знаю, я даже, честно говоря, понять не успел, что они мне сказали, потому что я уже стоял лицом к стене, и очень быстро все было сделано. Я, собственно, не видел, что они делают. Я так и простоял какое-то время. А потом они ушли. Вот такого рода действия, это что было? Ну, они что-то сказали, что в рамках какого-то оперативного там т-т-т-т-т, что поступил сигнал, что здесь что-то происходит, вот мы там проверяем. Ну, то есть это оперативно-розыскная деятельность. Да, но они что-то у нас еще и изымали. Что-то еще и изъяли? Ну да, что-то в компьютерах не хватило после этого, скажем так. Ну, как-то отфиксировали ведь то, что изъяли. Да ничего не отфиксировали. Или как вихри налетели? Как вихри налетели и улетели. Вот, это были точно органы. Я надеюсь, что это были органы, да, потому что потом то, что было изъято, было возвращено. Мне кажется, тут нужно как бы потребовать, прекратить эти все действия, которые связаны с насилием. Я буду жаловаться и так далее. Не знаю, как-то вот, ну, мне пришло насчет там прекратить или что-то еще, или жаловаться. Я подумал, что нет, лучше я тут живой постою. Ну, вам жалобу никто не мешает подать, в том числе и по окончанию этого следственного действия. По окончанию, да, по окончанию не то, что жалоба была, просто стал, попытался выяснить, нашел в итоге, да, то есть откуда это все вернулось, то есть там какие-то жесткие диски из компьютеров. Но это как бы был не совсем, то есть обыск получается, да? Я думаю, что не совсем это был какой-то обыск. Оперативные все-таки, все-таки какие-то оперативные действия. Ну, смотрите, давайте разделим эти мероприятия таким образом. Обыск, выемка, как мы сказали, осуществляются по возбужденному уголовному делу. Если это материал проверки, то у нас возбужденного уголовного дела нет. И вот здесь, получается, сотрудники правоохранительных органов, они действуют в рамках вот закона об ОРД. Оперативные действия, да? Обыск, выемка не предусмотрены в данном случае. То есть они могут осматривать место происшествия. И, как правило, вот одно из таких нарушений, не так давно мы с ним столкнулись, это в рамках вот протокола осмотра места происшествия изымаются действительно документы. То есть немножко смешиваются, главное. Копируется информация с цифровых носителей, что как бы абсолютно противоречит, получается, закону. Ну, мы пока, мы очень часто, да, граждане спрашивают, что делать, вот у меня незаконные изъяли. И адвокаты, как правило, советуют не спешить с обжалованием этих действий. Потому что мы можем написать жалобу, все изъятое нам вернут. Потом изымут снова. А потом изымут снова. Но уже на законных основаниях. Но уже на законных основаниях это будет иметь абсолютно стопроцентное доказательственное значение. И это прямо в жизни так и бывает? В жизни так и бывает. То есть иногда лучше потянуть просто до момента суда, когда уже исправить свои доказательства они не смогут. А в суде уже доказать, что это незаконное способом полученное доказательство. Спасибо, спасибо, это очень полезный совет на самом деле. Ну, это, на мой взгляд, вопиющий факт. Может быть, не все сотрудники, и здесь мы действительно говорим об оперативниках. То есть, как правило, это не следователи, а оперативники. Там, безусловно, были оперативники, плечистые, крепкие ребята. Вот. Ну, все было корректно, никому ничего не сломали. Насколько они знают нормы УПК и насколько они следуют, да, этим нормам, это вот вопрос. Потому что мы не считаем такие действия законными. Что касается написания жалоб, обжалования этих процедур. Уже по итогам, как бы, обыска, да. То есть мы какие-то замечания написали в протокол, да, потом какие-то действия должны мы еще предпринимать, куда-то вот обжаловать это все. Да, поясните, как представитель контрольно-надзорного ведомства. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено обжалование действий следователя как в судебном порядке, так и, соответственно, прокурору. То есть здесь может быть подана жалоба, в том числе и в наше ведомство, в которую жалоба составляется в простой форме. То есть вы просто излагаете те следственные действия, которые, по вашему мнению, были совершены с нарушениями. И вы ставите вопрос о привлечении к ответственности того лица, которое данное следственное действие произвело. Ну, там же надо координаты указывать, как зовут, должность следователя, да? Ну, конечно, конечно, нужно это все указать. Но, опять же, при проведении того же обыска вам должны, тот или иной следователь должен представиться, показать свое удостоверение. Это с чего мы начали, собственно, когда они заходят, они должны представиться, показаться. И, соответственно, как бы эти данные у лица, которые обжалуют его действия, они в любом случае есть. В том числе и сведения о номере возбужденного уголовного дела и так далее. Вот, Евгения Николаевна, вы говорите, можно обжаловать через прокурорские органы, можно через суд. Да, я об этом и говорю. Как бы предпочтительнее, условно говоря, чтобы как-то как-то быстрее там произошло. Мне кажется, как-то не очень корректно. Ну, мы по-простому просто так, с точки практической зрения, не то, что где лучше, а вот как. Это просто два способа обжалования. Или туда и туда. Можно и туда и туда, конечно, но в любом случае судебное решение будет принято, будет однозначно отменено. Это действие, если оно было произведено незаконно. Мы у нас свои меры реагирования, которые тоже внесение того же требования, того же представления. То есть это просто разные порядки обжалования, которые предусмотрены законом. А вообще такого рода жалобы в достаточном количестве поступают в прокуратуру? Обычное довольное явление в вашей практике? Можно констатировать тот факт, что такие жалобы поступают достаточно редко. В принципе, если говорить даже, к примеру, об областном аппарате, то за второе полугодие 2017 года, посмотрела, там их было всего 4, что ли, обращения от граждан. Может быть, на уровне районном их как-то побольше. Но если именно выбирать конкретного по этому следственному действию, просто у нас такая статистика, она в отдельную строку отчета не входит. То есть есть просто жалование, дети, решение следователя. Порядок такого нет. За полгода 4 жалобы. То есть можем говорить о том, что правоохранители работают хорошо, если это следователи и дознаватели. Либо те, кого обыскивают, недостаточно хорошо знают свои права. Тут два варианта может быть. Ну, может быть. В любом случае, может всегда лицо, опять же, привлечь адвоката, который имеет юридическое образование. Я думаю, что разъяснит, да, возможности обжалования. Как правило, вот изымаются сейчас в последнее время цифровые носители информации, да, потому что мы все делаем практически в интернете. Диски, жесткие флешкарты и так далее. Да, свои, не свои. То есть все, что у вас найдут, заберут все. Ваше, не ваше, неважно. Детей, там, родственников, то есть все. Так, в смысле имущество детей, а не детей? Да, потому что имущество детей имеется в виду, там, бонжеты все, смартфоны, то есть все это забирается. И часть, понятно, что изъятого никакого отношения к совершенному преступлению не имеет, как правило. Будет назначена компьютерно-техническая экспертиза, в ходе которой будут исследованы все эти предметы. На части носителей понятно, что ничего не найдут, если это какие-то детские вещи. И следователь вам своим постановлением все это просто возвратит, и все. Если там что-то все-таки найдут, то это уже по итогам рассмотрения уголовного дела, по приговору суда уже, либо по постановлению о прекращении. То есть если прекращено уголовное дело, то я как бы имею право сказать, ребята, верните все, что взяли, да? Там суд сам разрешает это все. То есть это все хранится в определенном порядке, в установленном инструкциями. И поскольку у нас государство не может вечно все изъятое, чужое хранить, это все равно надо возвращать куда-то, освобождать место для хранения новых вещдоков. У нас в последнее время, как известно, ужесточено законодательство по поводу пользования социальными сетями и так далее. Что можно писать, что нельзя писать, лайкать, не лайкать. В этом случае тоже обыск компьютерной техники используется, если подозревается человек в каких-то высказываниях. Я думаю, что он может, безусловно, использоваться. И могут носители информации изыматься. То есть препятствий никаких тут не вижу. Ну и, мне кажется, правоохранительным органам не составляет труда выйти в ваши соцсети, в том числе и не с ваших носителей. И зафиксировать, что там действительно что-то имеется. Мне кажется, что да. Восстанавливать переписку по электронной почте, это все, по-моему, без проблем сейчас у правоохранителя. Мы как-то больше все сосредоточились на квартирах, на жилищах, в которых обыск проходит. А если, с точки зрения, например, не я, а возьмем чиновник, руководитель какого-то ведомства, и к нему приходят в кабинет. Тут какие-то особенности обыска есть? Вы сказали, что судебное решение должно быть обязательно, да? Да, судебное решение обязательно в отношении чиновников. Судебное решение обязательно еще. В ряде случаев это у нас все уголовно-процессуальным законодательством регламентировано. Там какие-то есть особенности? Как ты на своем рабочем месте должен себя вести во время обыска? Или это безразлично в квартире, или там? Я думаю, что все то же самое. То есть, что не рекомендуется? Во-первых, не рекомендуем препятствовать произведению обыска, выемки, как физически, так еще как-то. Не рекомендуем мешать, переговариваться друг с другом, громко говорить. Что еще не рекомендуем? Не рекомендуем давать какие-то объяснения по ходу обыска. То есть, следователь может вас спрашивать что-то о совершенном деянии. И вы определенные объяснения, какие-то показания будете давать. А как в своем молчании? Я не знаю, когда придумали. Что, 51 статья? Ваше право на молчание, это безусловно ваше право. И следственное действие это не допрос. В ходе допроса следователь может выяснить все, что ему необходимо. То есть, язык лучше держать на замке во время обыска? Я думаю, что да. Потому что вы можете раскрыть какую-то информацию, которую случайно как-то сказать. И потом он в доверительное отношение обязательно попытается с вами войти, чтобы какую-то дополнительную информацию получить. Я думаю, что они это все очень умело используют. То есть, еще и психологические моменты приемы они тоже тут используют. Безусловно, в работе следователя однозначно. Ну вот, и что еще? Хамить и проявлять эмоции. А также подписывать незаполненные документы. То есть, он придет и скажет, распишите, пожалуйста, в протоколе следственного действия заранее. А мы потом заполним. Потом заполним описи, потом заполним протокол. Вот это делать не рекомендуем мы. Потому что вы не знаете, что по содержанию этого документа может там появиться. И еще такой вопрос. Некоторые считают почему-то, что если не отказываются подписывать протокол, то как бы он, ну, такую половину законной силы буквально нет. Или надо подписывать его и свои замечания вносить? Ваш отказ от подписи, он будет зафиксирован. И он никак не препятствует использованию в дальнейшем этого документа. Поэтому его все-таки лучше подписывать. Если вы отсутствие своей подписи мотивируете какими-то замечаниями, так вы их изложите в письменной форме. То есть, замечания в письменной форме желательно изложить в протоколе, если они есть. То есть, не думать, что я потом это опротестую. Лучше сразу в протоколе. Лучше сразу указать, безусловно. Ну, вот такая интересная процедура. Ну, как тебе сказать интересная? Ну, для следователей, это их работа, безусловно. Для людей, к которым мы пришли с обыском, это, безусловно, не есть хорошо. Не есть хорошо. Это неприятно, но если вам нечего скрывать, то почему не показать? Ну, ведь многие, значит, считают, что нам скрывать нечего. Вы правильно говорите язык, что держать за зубами. А то вдруг окажется, что вам есть что скрывать. Язык за зубами держать однозначно. Спасибо большое. Будем ждать встречи очередной. Ты так сказал. Будем ждать. Я думаю, будем ждать обыск у нас в студии. По поводу очередной такой актуальной темы юридической. Спасибо нашим гостям Наталье Костину, руководителю уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат и Евгения Будко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан. Первый час мужского понедельника завершен. Впереди новости и новая тема через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин